Сегодня в Сыктывкаре прозвучал первый учебный звонок для пенсионеров. В столице Коми в очередной раз стартовал проект «Третий возраст». Нынешний учебный год, уверяют кураторы, принесет ученикам еще больше сюрпризов. На торжественном событии побывал Виктор Прокушев. Валентина Ганова уже второй год участвует в проекте «Третий возраст». Благодаря программе освоила иностранный язык. Теперь без проблем путешествуют по Европе. У меня дочка в загранице, в Норвегии живет. И выезжаю, и попадаю в такие пробки, где нужно вот так английский язык знать. Ну, хотя бы какие-то языки, чтобы можно было где-то там общаться. Но главным направлением программы, безусловно, стала компьютерная грамотность. В информационный век отставать от прогресса нельзя никому, говорит создатель проекта, депутат госсовета Коми Сергей Артеев. Прежде всего, компьютерная грамотность, которая позволяет сегодня нашим участникам, разобравшись что такое компьютера и научившись, так сказать, работать на клавиатуре и пользоваться мышкой, выходить в социальные сети, заводить новых знакомых не только в рамках проекта, но еще и шире. Председателя госсовета Игоря Ковзеля приятно удивило то, что на презентацию обновленного проекта пришло столько народу. Только в микрорайоне «Орбита» желающих поучаствовать в проекте оказалось больше сотни. Проект может охватить не только компьютерную грамотность, занятия спортом или танцами, прежде всего, это общение, общение совершенно разной тематики. Поэтому мы с удовольствием услышим мнение наших умудренных опытом граждан и пожелания их, что можно еще включить в этот проект. В программе учебного года 2013-2014 не только курсы компьютерной грамотности и уроки по использованию сотовых телефонов, но еще и кулинарное искусство, финансовая грамотность и даже восточные танцы. Причем это лишь малая часть того, чему научат пенсионеров. Виктор Прокушев, Владимир Шишкун, с телеканал Юрган, Сыктывкар.